Дегтярная хвойная с глиной, лимонграссом и даже с водорослями. Александра Гнидая – мыловар. Первый экземпляр сделала в коробке из-под сока. Затем купила специальную форму и начала экспериментировать. Мыло может готовиться холодным способом, может готовиться горячим. Соответственно, горячий способ предполагает, что мыло будет готово уже на следующий день, а холодный способ предполагает вызревание. Сейчас Александра варит мыло холодным способом. Часть ингредиентов заказывает через интернет. Рецепты нашла там же. А вот травы собирает и сушит сама. Один из самых ответственных этапов – это растворение щелочи. Поэтому надеваем перчатки, респиратор, открываем настишь все окна. Это техника безопасности. Саш, рассказывай, что делаем дальше? Дальше мы готовим раствор щелочи. Соответственно, берем для этого саму щелочь. Берем для этого раствор. В нашем случае это не вода, это настой шалфея. Соответственно, сосуды. И смешиваем. Для начала все ингредиенты нужно взвесить. Важно строго следовать рецепту. Значение имеет каждый грамм. Для твердого мыла всегда используют гидроокись натрия. Нам нужно 108,67 граммов натрия ОАШ. Если на несколько десяток даже будет просчет, ничего страшного, потому что у нас есть пережир. Это тоже те масла, которые не среагируют с щелочью. Посуду желательно использовать термостойкую. В стеклянную банку наливаем настой шалфея, добавляем лед и, помешивая, засыпаем в полученный раствор щелочь. Какой температуре может нагреться щелочь? Она может догреться даже до кипения. То есть это около 100 градусов, может быть чуть меньше. Если бросаешь не щелочь в воду, а воду в щелочь, то может взорваться. Раствор должен остыть. В это время мыловар подготавливает растительные масла. Жидкие базовые отвечают за свойства будущего продукта, а твердые баттеры – за его консистенцию. Мы готовим шалфейное мыло. Что у нас находится на столе сейчас? Это масло ши, это кокосовое масло, это масло касторовое, на котором настоялся шалфей как раз таки. Это масло миндальное, на котором тоже настоялся шалфей. А это оливковое масло. Пока твердые масла растапливаются на водяной бане, нужно очистить жидкие от цветов шалфея, исследуя рецепту, добавить их в общую форму. Затем смешать жиры с щелочью. Важно, чтобы температура растворов была одинаковой. Полученную консистенцию взбиваем блендером. В принципе, уже видно, что он начинает густеть. Вот это как раз состояние следа, про которое я говорила. Мы можем либо взбить еще, и тогда масло схватится быстрее, и мыло станет твердым быстрее. А можем вылить вот в таком уже состоянии. Переливаем мыло в силиконовую или пластиковую форму. Остался последний, завершающий штрих. Прежде чем закрыть, мы берем спирт и пшикаем сверху, чтобы у нас не появился содовый пепел. Содовый пепел – это не страшная вещь, но она визуально портит картину. Готовое мыло убирают в темное место. Еще 3-4 недели ему предстоит вызревать. За это время щелочь должна среагировать с жиром и маслом. Только тогда его можно будет использовать. Поверхность кожи у нас имеет защитную пленку. Если пиаж будет слишком высокий, слишком щелочной или слишком, наоборот, кислотный, пленка будет разрушена. По этой же причине, в принципе, мылом не пользуются часто. Даже если вы покупаете мыло в магазине, нужно обращать внимание на состав и выбирать только то, что подходит вам по типу кожи. Татьяна Балыкина, Максим Турчев. Утро нового дня.